Субтитры подогнал «Симон» 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 На фоне всего этого я хочу сфокусироваться на нескольких стихах, которые вспоминались мне из Еремии 31, которые описывают, чем является Новый Завет, когда Еремия описывает, чем является Новый Завет. Но что более важно или первостепенно, до того, как я скажу, что же это такое, это то, с кем заключили этот Новый Завет. Я прочту этот стих из Еремии 31 главы 31 стих. Когда Еремия около 700 лет до того, как Новый Завет стал явным, до прихода Ишуа, он описывает Новый Завет, который придет в будущем. И вот что он говорит. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Я хотел бы остановиться на этом месте и поговорить об этом немного. Потому что вот что я говорю, когда проповедую в церквях, и я пытаюсь бросить вызов верующим, как видеть Библию. Рассматривать ее более сбалансированно. Вот что я говорю им. Если я скажу фразу «Ветхий Завет», что мгновенно приходит вам на ум, и я позволяю людям отвечать мне. И они говорят, «Мы думаем о Моисее, о переходе через Красное море, мы думаем о народе Израиля». Но вот в чем моя идея. Все, что они перечисляют, имеет еврейский, израильский вкус. И затем я говорю, «Хорошо, все это правильные вещи. А если я скажу фразу «Новый Завет», о чем тогда вы задумаетесь?» Тогда они отвечают об Иисусе на кресте. Я отвечаю, конечно же, верно, однозначно. О Новой Эре. Да, о Новой Эре, о церкви, мы размышляем о кресте, мы представляем такие известные картины, как «Последняя вечеря», написанная Микеланджело, где Иисус выглядит так, как будто он из Швеции. Но вот к чему я веду. Когда я говорю фразу «Ветхий Завет», люди думают о евреях, об Израиле, о Моисее, еврейскими образами. Когда я говорю «Новый Завет», мгновенно вы инстинктивно перестаете думать еврейскими образами. Вы думаете церковно, вы думаете о кресте и тому подобных вещах, но не о чем-то отчетливой еврейском. И причина, почему я особенно останавливаюсь на этом моменте, потому что я верю, что тут есть ошибка в нашем мышлении. Потому что мы думаем, что Ветхий Завет был заключен с Израилем. Новый Завет был заключен с церковью или в большинстве своем с язычниками. Но если вы посмотрите, что говорит Иеремия, он говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». «Какова бы ни была ваша теология, но Дом Израиля и Дом Иуды — это еврейский народ». Да. Вот моя идея. Новый Завет был заключен с Израилем. Точно так же, как и Ветхий Завет был заключен с Израилем. Не меньше. Не меньше. Я с тобой согласен. Почему же, когда я говорю или кто-то говорит «Новый Завет», мы не думаем об Израиле? Почему мы не задумываемся о том, что Бог заключает Завет с Израилем, если это то, о чем Библия говорит, называя это Новым Заветом? Это Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды. Конечно же, мы знаем, что Он включает в себя так же и язычников. Но потребовались сверхъестественные действия Бога, чтобы еврейские верующие первого столетия пришли к пониманию того, что этот Завет не только для еврейского народа, но так же и для язычников. Но на сегодняшний день, я думаю, все абсолютно противоположно. Мы думаем, что Завет заключен с язычниками, но мы толерантно вместим и евреев. Они так же могут присоединиться и быть частью нас. Это не намеренно, но на такое наталкиваешься. Они могут присоединиться к нам. Это уже своего рода такой менталитет. И причина, почему я так увлечен этим, причина, почему это настолько важно для меня, это потому, что как христиане ожидают, что они будут эффективны в том, чтобы делиться Евангелием с евреями, если они сами не знают, что Евангелие, что Новый Завет был заключен с еврейским народом. Он был заключен с Израилем. Если христиане не будут думать таким образом, они не будут делиться Евангелием в контексте того, как оно было дано. Да, и это уже эгоизм и желание оставить Иисуса для самих себя. Да, точно. Даже если они не подразумевают этого, я уверен, что они не специально делают так. Но просто так легко делиться Иисусом в нееврейском и церковном контексте, таким образом и так взвешенно, может даже не преднамеренно, но еврей может подумать, значит, чтобы принять Иисуса, мне надо перестать быть евреем? Цитируя верующих, чтобы стать христианином, еврей-дух осознает, что он должен перестать быть евреем для того, чтобы принять Иешуа. Но если прочтете Деяния с 9 главы по Деяния 11 главу, и мы все знаем, те, кто знакомы с Писанием, как Петр получил видение со всеми нечистыми животными, и голос с небес сказал, «Встань, заколи и ешь». И он ответил, «Господь, я никогда не ел ничего нечистого в своей жизни, и если вы будете читать дальше, увидите, что здесь говорится вовсе не о еде. Что есть, а чего не есть, не в этом была суть. И к концу отрывка можно увидеть, как Бог призывает Петра идти и делиться Евангелием с Корнилием и его домашними. И многие язычники получили спасение впервые. И вывод был такой. Петр и еврейские верующие сказали, «О, теперь мы понимаем, что всякого человека, которого Бог принимает, мы не должны его называть нечистым». И далее говорится удивительная вещь. Говорится, что еврейские верующие, и я перефразирую, потому что они все были евреями, что еврейские верующие прославили Бога, осознавая, что теперь и язычники могут становиться верующими в Ишуа. Точно-точно. Поэтому я и считаю, что нам необходимо переосмыслить, как мы думаем. И в свете того, о чем ты делишься, одна мысль посетила меня. Я подумал, не евреи, христиане, которые не делятся о Мессии со своими еврейскими друзьями, а для евреев думать, что для того, чтобы стать христианами, им нужно оставить их идентичность. Я думаю, это происходит с момента, когда люди говорят, что я был язычником, я был сокрыт. А теперь я новое творение во Христе, в Мессии, теперь я христианин. Вот кем я был. Теперь я новый. Проецируя это на еврейскую жизнь, можно сказать, что ты больше не еврей, ты христианин. И я считаю это ошибкой, потому что евреи не теряют ничего. И если они хотят молиться на Шахарид, если они хотят соблюдать Амиду, если они хотят практиковать иудаизм, но как верующие, я думаю, что мы никак не докажем по Новому Завету или по Ветхому, что это запрещено. Ты можешь продолжать иметь такую жизнь. В этом красота открывается для неевреев, которые были сокрыты, которые были далеко от Бога, а теперь они становятся частью Дома Израилева. Им необходимо меняться, а нам необходимо принять своего Мессию. Я думаю, это великая картина. Да, в этом завершенность и полнота. Мы становимся полноценными. Я делился как-то со своим другом. Он был очень религиозный еврей. И я говорил ему те же слова. Ты не перестанешь быть евреем. Ты станешь завершенным, полноценным евреем. Амин. Дорогие друзья, я бы хотел помолиться с вами сейчас. Вот то, что Джеффри поделился о том, что нам невозможно разделить старое из новое. Это послание от Бога. Мы называем ее Библией, Тора. То, что у нас есть, то, что Бог нам дал, это важно. Я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы у нас перестали быть стереотипы, что я был без Мессии, без Христа, теперь я верующий христианин. И это же чувство, что евреи перестают быть евреями и становятся христианами, чтобы это разрушилось. Еврей продолжает быть евреем, несмотря на то, что он принял Мессию личным спасителем. Он стал полноценен. И жизнь этого человека обновляется. И я верю, что это для тех, кто смотрит сегодня наши шахариты кофе. Это послание от Джеремии. От Еремии, думаю, очень важно понять и услышать. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность иметь эту передачу, иметь это время, шахариты кофе, это утренняя молитва. Сегодня за тех, кто, может быть, сомневается, что следующий шаг сделать. Сегодня послание от Еремии, что это новый завет, он был сделанный с домом Израиля и Иуды. Господи, просим Тебя, чтобы откровение пришло и к тем христианам, которые верят в Тебя, в Ишуа, как Мессию, Христа, Иисуса, они могли понимать, что нет разделения между старым и новым. В Новом Завете цитируется то, что написано в Ветхом Завете, в том, что было написано в прошлые времена. Мы просим, благослови и сохрани во имя Ишуха Машиха, и пусть Бог благословит вас во всем. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавал им на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от рука. Ибо Твое и савствие, и сила, и слава ва веке. Аминь.